Воздух пестрит воздушными шариками. Сказочные герои, тигры Винни-Пух, встречают малышей. В сентябре их здесь будет ровно 340. Столько мальчишек и девчонок вмещает новый детский сад. На открытие будущие воспитанники пришли с младшими братьями и сестрами. Самому маленькому зрителю нет еще и года. Из громкоговорителей льется музыка, в воздухе сверкает символический золотой ключик. Сотрудники города детства ведут на экскурсию маленьких горожан и их родителей. На их пожелания, по словам руководства садика, ориентировались строители. Родители хотят бассейн. Здесь есть бассейн. Родители хотят ясли. Здесь есть ясли. Здесь есть группа для детей от полутора лет, что очень актуально. И родители, как правило, задают такие вопросы на форумах везде. То есть их подораживает этот момент. Родители хотят питания на сырье. Здесь пищеблок, который работает на сырье. На сырье, то есть еду, будут готовить так же, как это делают дома, а не разогревать полуфабрикаты. Поддерживать хорошую форму детям поможет и новое оборудование спортивного зала. В нем есть для этого все необходимое. И самых последних моделей, уверяет руководство садика. Даже классическая шведская стенка какая-то необычная. Открыть город детства застройщик должен был еще зимой, подчеркивают власти Ленинского района. Не позволила сложность проекта. Он взял на себя, я так скажу, достаточно повышенные обязательства по комфортности нахождения наших детей в детском саду. В том числе то, что вы видите сейчас на детских игровых площадках. Проектом, который прошел государственную экспертизу, такие площадки не предусматривались. Площадки были задуманы без резинового покрытия. Изменения утверждали уже во время строительства. Сегодня все работы закончены. Город детства готовится принять первых жителей. Списки будущих горожан уже готовы. С местами, уверяют родители, проблем нет. Мы пробовали, стояли в другой садик, но нам там мест не выделили. А сюда сразу же написали заявление, нам дали место. Мы довольны тем, что тут построилось. Надеемся, что будет также комфортным детям, будет квалифицированный педагогический состав. Обеспечивать комфорт детей вместе с воспитателями будут лагобеды и психологи. За творческое развитие отвечает музыкальный руководитель. Он единственный мужчина в женском коллективе. Первых воспитанников детский сад номер 22 примет в сентябре. Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Анастасия Нухонова. Видное ТВ.